ну толкни его туда в этот угол как бы уголок левый орёт раздела же меня с этими двумя поехать в рейс поедем мы до оренбурга сначала вот этого кадра завезем за его многострадальным маном потом поедем пензу с пензу и потом да потом у кейси все время забыл главное не уехать какой-нибудь кингисеппеле кинель где-то тоже есть такой вот поселок или город кинель а то уеду туда и все так едем мы в оренбург первая точка у нас будет выгрузка нет первая будет выгрузка в кургане потом будем выгружаться в оренбурге там оставим роман владимировича и поедем пензу с пензу уже будем уходить на кигесе на чебоксары катим у нас по весу 7 тонн вышло общим счетом примерно плюс-минус 200 килограмм будем рулить четыре руки тормозить есть пить спать не будем будем хреначить ничего тут собирать собрать доволен хочу доволен масло твое масло твое горы итак высадили мы романа в оренбурге кроме степана и меня все и двигаемся в сторону пенза выгрузились в оренбурге тоже ладно выгрузка сразу завез документы отдал на оплату но там ладно промолчу я про эту оплату в общем катим 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 сегодня сейчас по планам у нас пройти до самары точно надо дойти потом надо уйти куда-нибудь за самара туда до сызрани посмотрим может быть где будет на газпроме встанем пока не знаю до пензы нам 800 километров 850 было восемьсот осталось на где-то около того до самары 400 сейчас был указатель 398 в общем катим на улице жара стоит и так сегодня целый день 38-40 38 37 38 40 машина молодцом температура вот так вот всю дорогу плюс-минус 80 держатся и поднимается вчера останавливались челябинске на объездной на роснефти продувал я радиатор немного там камешка в грязи по высыпал по высыпалась по выдувалась ну и все едем ну что вкусный салат на 5 из 5 3 ладно ешь давай так пензу все выгрузили теперь поехали на этот так вот называется памятник забывая постоянно на к к к к пунгур не кунгур не помню короче чебоксары поехали едем чебоксары выгружаемся чебоксары и возможно у нас уже будет загрузка сейчас решается вопрос по загрузке Куда-нибудь мы еще поедем дальше Так Так, 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 так В общем, все нормально, в принципе, все, выгрузились Кто-то там сидит, чешет себя Расчесывает Крендель Налево у нас Саратов-Тамбов Дорога пойдет, а мы будем уходить На Нижний Новгород На Саранск Нам Эдик объяснил, что нам надо Уйти на Саранск Потом с Саранска на Ульяновск И с Ульяновска уже на Цивильск туда На Чебоксары Пойдем таким макаром Потому что Там, говорит, можно колхозами проехать Но колхозами, говорит, там дорога не ахти Лучше, говорит, не надо Говорит, здесь едь, да едь, спокойно себе Голову не парь Подъезжаем к Нижнему Выгрузились к Угесе Загрузились там же, в соседнем здании Напротив И двигаемся Стоп, сейчас в Стове выгружаемся И в понедельник у нас загрузка в Нижнем Он тут уже едет Весеснился, устал Кино ему включите Посмотреть все Скучно, мальцом, скучно Можешь порулить, да, тему Будешь рулить? Ага, сейчас, как же Могу Пошли Ну я что сделаю Давай, давай, давай Сильней, Петруха, сильней Компрессор Да, да, да Махайте сильней, махайте Красота 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 Ну или вообще Река Тара Храм, да, какой-то Да, вот сюда, налево Ну чё Пей чай давай Ну чё, как тебе поездка? Нормально Выгрузились Выгрузились Вчера два дня были у Петрухи Машину оставили на стоянке в Нижнем Он нас забрал Был в Нижнем И вчера отвез обратно Сюда у Нижней Отдыхали у него Обалдели Спасибо ему за экскурсию Свозил нас с мастеру Вот вот в Ковров съездили Прогулялись немножко В местный музей там сходили Короче, культурно провели время Попили лимонад вечером Первый же день С рыбкой, с мясом Отдыхали Сегодня мы сейчас стоим Ждем загрузки Сейчас только что заехал Самогруз у них Должен выгрузиться Дерево привез И потом нас будут грузить Повезем мы Какие-то стройматериалы Пока всё не понимаю Что за стройматериалы Повезем мы их В этот На гору на Алтай В Артыбаш Всё, пошла загрузка Вон она, моя куча Лампца Да Дрова поедут Уже в Тольятти Перебираемся через Брод Машину задрали От греха подальше Чтобы Воды не хапнуть Такие тут потопы Затопы Что Вчера мы Вчера Да Вчера загрузились Мы выехали Утром уже сюда Приехали в Тольятти Сейчас Погрузят нам Не знаю Что там будут Догружать Вещи какие-то Я так понял Везем мы домокомплект Домокомплект Будем Выгружать Я так понимаю Отсюда С Тольятти Переезжает Либо парень Либо они Полных Семья Переезжает На Алтай Туда На Горный Алтай Ну С одной стороны Правильно Кто-то На Юг Переезжает А кто-то На Алтай Ну вот Уже обратно Едем Уже высушили Время у нас Новосибирского Домокомплект Здесь местного Домокомплект Домокомплект Получается Загрузились Основным грузом Еще взяли Небольшой Догруз И Скорее всего Завтра Возможно В Челябинске Еще будет Догруз Там Пару этих Пару диванчиков Догрузим Сколько По-моему 600 Или 500 Ну и до Челябинска Тоже еще Немало Говорят Перед Уфой Что-то пробки Какие-то Ну в общем Не знаю Посмотрим Ну вот Таким макаром Мы подбираемся К славному городу Уфе уже Подбираемся К Уралу Осталось Нам Чуть Надо Заехать На заправку Дозаправить Пузо Заправка Это кафе Постоянно Туда Заезжаю Дороговато Конечно Там Но Вкусно Кормят Прям Мне нравится Как Кормежка Там Еда Вкусная Получается У них У нас Все без изменений Этот сидит В телефоне Он залипает Целыми днями А мы рулим Да ладно Не целыми Целыми Что еще делать На подъезде К Кургану Видим Глухоманье На подъезде К Кургану Что-то там Видимо Случилось Что-то Машина Какая-то На боку Валяется Пробочка Какая-то Собралась Вроде Проезд Есть Осталось До Кургана Там Сейчас На Газпром Заедем Покушаем Сварим Пожарим Картошечку Так что Пока Стоим Стрелем 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 Мы будем жарить картошечку. Давно не ели, да, сын, с картошечки жареной? Хотели с колбаской сделать ее. А она все протуха. А колбаска оказалась прокисшая немного, с плесенью. Дорблю колбаска, или как там она называется, этот сыр-то с плесенью. А у нас колбаска с плесенью. Как говорится, давно ли, говорит, стух, ваш сыр с плесенью. Картошечка, картошечка. Вышь картошка? Не дам. Сам все съем. Постараюсь, все, наверное. Да хрен там, пока не поешь никаких паст тебе. Понял? У меня бутерброд старая свою паста. Давай, давай, рубай. Рубаем. Сейчас чай еще пить. И посуду тебе мыть сковородку. Ага. Че, ага, а кто? Я готовил, ты моешь? Нет. Ага, нет. Кто готовил, то деда. Да, давай, деда, ответ. Ешь давай. Будешь мыть еще посуду. Заскочили уже, Катя, давно по Новосибирской области. Уже дома почти. Степан скакал, как сумасшедший. Ура, ура, наконец-то. Область наша родная, родимая. Сейчас он вообще взял, забурился. Дрыхнет, как сурок, конечно. График весь режим себе сбил. Я-то еду до ночи. И он не спит, сидит кино, смотрит со мной, блин. В общем, график весь позбивал. Ничего, сейчас нормально придет себе. Че мы подъезжаем. Проезжаем в Чины. В Чины проезжаем. Нам остается где-то верст 400 до дома. К ночи будем дома уже. Че-то уже даже спать охота, блин. Устал я как-то. Надо отдыхать. Приеду хоть сегодня посплю. Завтра с утра там часов 10 встану. Да поеду до Барнаула. Там в Барнауле выгружусь. И пойду туда дальше, на Алтай, на Горный Алтай. Погода у нас, конечно, что-то там дома говорят. Дожди льют, аж с градом был дождь. Здесь и трища стоит. И тут как-то с утра проснулся, Сомска выехал. Не Сомска, Стюкалинска выехал. Так и до сих пор. Ух ты какая сосиска. Газон с полуприцепом. Трища стоит, дует, 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 прям сдувает. Как-то машина немного аж боком. Иной раз как дунет, так машина болтыхает влево-вправо. Итак, экспедитора мы высадили. Мы едем в одну пачку. Сейчас заезжаем в Барнаул. Только выехал, заправился. Заезжаем в Барнаул. В Барнауле скидываем боксы. И едем в Артебаш туда. В Артебаши, наверное, завтра уже будем выгружать сегодня. Почти 700 километров у нас получается. И проехать надо. Там дорога еще такая не ахти. Поэтому это все долго будет очень. И само по себе я чувствую, дорога будет сегодня долго-долго. Длинная-длинная. Потому что движуха по трассе какая идет, вообще нифига не маленькая. Будем ехать и ехать и ехать пыхтеть. Здесь дыхающих моря прет. Все прут на Алтай. Кто-то вон с Алтая прет. Тоже поток большой идет. Поэтому сегодня будем биться с ветряными мельницами. Биться с дураками. Такая у нас замечательная дорожка. Была хорошая. Сейчас не ахти пошла. Теперь едем скачивать. Сороковничек, полтинничек. Это наша скорость на сегодня. Что тут? Километров, наверное, 200. 200, 200. 200, наверное, осталось где-то. Я думаю, что километров 70 я проехал. Отбийская вроде как 270 оставалась. Сейчас каким-то макаром нам надо сюда заехать. Интересно, каким. Разгончику, разгончику. Ну ладно, заехать. Блин, а вот потом спускаться так как. Вопрос большой, конечно. Природа, конечно, воздух тут совершенно другой. Горячу, переехали сюда, решили. Здесь, говорится, все по-другому, чем на юге. Здесь круче юга. Вон туда. Да. Что, будем пробовать? Примовать эту буду. Это и дерево должно заехать в ней. Причем не такого нету. Особенного. Просто гора как гора. Вот тут мы на горе. Выгрузка полным ходом. Пойдем на речку, сходим, посмотрим. Ну вот и все. Мы выезжаем от Седова, от Седова. Время час. Десять начали. Выгружать. Три часа. Да, где-то три часа выгружали. Где-то три часа у нас выгрузка шла. Вертикально вниз, конечно, почти херово ехать. Вторая передача. Ретарда на полную. С одной горки спустились. Сейчас. Тут маленькая горочка. Там дальше будет повеселее еще. Там вообще веселая будет горочка. Причем такая проезд узкий, с поворотом. В общем, все прекрасно. Ну вот и подъезжаем к самой основной горочке. Хотя, 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 наверное, та-та-та круче была немножко, чем эта. Она прям такая, крутовая. Здесь единственное, что неудобно, потому что здесь узко. Ну, куда-то так. Деревья узко. Ну, там, и... Прайдет. Пойдется шоркаться. Деревья. Надо пропустить. Пустили. Поехали. не порвать не оторвать я вчера тут шоркнулся скорее всего здесь я шоркнулся ну все мы выехали сейчас 600 километров в сторону дома 670 или 680 670 километров в сторону дома и все и завтра опять снова в бой хорошей нам дороги на самом деле ночью это все так стрёмно смотрится сюда подниматься днем то понятное дело что дорогу видно что как идет а вот ночью то прям вообще стремновато ехал очковал сейчас бы на пару дней сюда отдохнуть было бы вообще вот он с палатками даже отдыхает палаточный городок народ балдеет на катерах катается да красота неплохо прям неплохо на катерах катается на катерах катается какой на катерах не на катерах катается на структуре нет Субтитры сделал DimaTorzok Красота, конечно Природа алтайская Все, ничего На раз такие моменты Не знаешь, как быть Это ладно сейчас, да? Сытло на улице А я ехал ночью Они лежали ночью здесь Прям посредь дороги Прям четко посерединке дороги Лежали Грелись от асфальта Один вопрос Куда смотрят Хозяева, владельцы Скотины Когда вот так выпускают ее Посредь дороги Да ладно, я как-то еду Я знаю, что она здесь лежит Я еду 40 Даже меньше Потихоньку А есть же такие отмороженные Которые могут и лететь Вот допустим Вот этот, он не 40 ерин Он километров 60 Наполивает По поселку Все, и вот он Влетит В этих буренок Что тогда будут делать Как они будут все это решать Вопрос Так, друзья Закончился у нас этот рейс Двухнедельный На запад Прокатались мы Ровно две недели Уехали в понедельник Приехал я В воскресенье вечером Сейчас уже уехал В рейс Но это вы увидите дальше В следующих видео Что по итогам рейса Проехали мы Восемь тысяч километров Подкатались две недели Закинули Романа Чтобы он забрал своего Мана Посмотрели Горный Алтай Артебаш Теперь Думаю туда надо будет Как-нибудь возможно быть Если получится Съездить отдохнуть Там очень мне понравилось На Чемале тоже хорошо Проверил я коробку Все, коробка четко Все нормально работает Все, огонь В общем, все хорошо Теперь Хотел бы выразить Слова благодарности Ребятам Со СТО Золотой Лев Они мне ремонтировали коробку Все четко Все грамотно Все сделали Все Огонь Коробка работает Переключается Прям классно все Потом Хотелось бы Сказать спасибо Вадику Тоже со станции Они занимаются Манами Ремонтами Манов У них Свои машины Грубо говоря Они их ремонтируют Парковые машины И параллельно берут Еще на ремонт Вадик Мне давал Какие запчастюльки Которые необходимы были Вадик Спасибо тебе огромное Далее Что Хотелось Спасибо Алексею С автоприцепа С фирмы Поставщик запчастей Для нашей организации В основном У них берем Запчасти Тоже Все В срок Как надо Все запчасти Которые нужны Огромное спасибо Ну и вам Друзья За то что Посмотрели это видео Не забывайте Ставить лайки Писать комментарии Всем удачи Ребят Всем пока